В день города на Спартаке прошел финальный поединок Кубка Одессы, в котором сошлись чемпионы-обладатель Кубка Люксион и молодая, но амбициозная команда ФК Одесса 2. Люксион, в составе которого хватало высоко квалифицированных исполнителей, многие из которых долгое время выступали на профессиональной арене, в том числе и в составе одесского черноморца, априори считался фаворитом дуэли. Однако вовсе не показал той игры, которой от него ожидали собравшиеся на Спартаке зрители. Возможно, Люксы недооценили своего соперника, а может просто юные бойцы из Одессы 2 попросту не дали титулованному оппоненту разыграться. За 90 минут игрового времени Люксион так ничего опасного у ворот Алексея Паламарчука и не создал. Горожане здорово комбинировали в центре поля, однако пробить экс-голкипера сборной Украины Юрия Никитенко не удалось никому. Вначале дело дошло до дополнительного времени, а потом и до серии пенальти, героем которой стал Юрий Никитенко. Вратарь Люксов сыграл надежно и хладнокровно, парировав удары в правый угол Руслана Зубкова и Дмитрия Баспелова. Чемпионы же не промахнулись ни разу, не дав даже пробить пятому игроку. 4-2. Трофей остается у Люксиона. Ну финал, финал сегодня был боевой. Вы видели, недаром дошло до пенальти. Да я очень рад за молодую команду СК Одессы. Ребята все молодые, амбициозные, и недаром они попали в финал. Это их первый финал. Если бы они его выиграли, наверное, праздник у них еще был бы лучше. А в первое воскресенье осени на стадионе Краян состоялся официальный матч Кубка Федерации футбола города Одессы по футболу. В пятом юбилейном его розыгрыше приняли участие шесть команд. До главного поединка дошли сильнейшие. Один из лидеров первой лиги первенства города – Соха Нед и один из аутсайдеров высшей лиги чемпионата Одессы – Хай Рейс. Момента в игре было создано немного, а гол и вовсе оказался один. Его на 31-й минуте точным ударом с 11-метровой отметки забил Руслан Жиганюк. На протяжении всего поединка преимущество владели именно соховцы, но увеличить отрыв им так и не удалось. Виктория команды Соха с минимальным счетом 1-0. В этом году мы нарушили традицию. Мы пригласили команду высшей лиги, это команда Хай Рейс, которая составила конкуренцию нашим коллективам первой лиги. Выглядала достойно, дошла до финала, но так получилось, с течением обстоятельств она заняла второе место. Благодарим всех спонсоров, всех тех, кто приложил руку к данным соревнованиям, то есть директора спортсооружения, всем хозяевам, спонсорам, которые финансировали данный проект. Всем большое спасибо и ждем их, участников, в следующем году. Одесса спорт представляет. Про наш спорт. Оперативно та докладно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова